Каждый человек при приобретении недвижимого имущества сталкивается с процедурой оформления различных сделок, обращаясь в соответствующую государственную организацию, которая до недавнего времени, а именно до апреля месяца 2017 года, называлась БТИ – Бюро технической инвентаризации. Претерпев некоторые изменения в системе работы, теперь она носит название «Государственное бюджетное учреждение ДАК Техкадастер». Сфера деятельности данной организации состоит в осуществлении обследования технического состояния объекта недвижимости, выдачи технических паспортов, а также собирать все данные на квартиры, дома, земельные участки и о том, какие изменения с ними происходили. Обо всем этом рассказал главный инженер Нурмагомед Магомедов. Методика работы пока планируется как, но в основном направление у нас, когда строят стоимость, оценка. Это будет, мы будем оценивать все недвижимое имущество, включая земельные участки, жилые дома и другую недвижимость. С 2020 года во всей территории Российской Федерации будет имущество облагаться по кадастровой стоимости. Вот наша основная функция – производить оценку кадастровую. До 2020 года в Республике Дагестан налоговое обложение на имущество производится по инвентаризационной стоимости. А эту инвентаризационную стоимость берут с тех паспортов и по ней исчисляется налог. Там есть коэффициенты, есть удельные показатели, ну, своя методика расчета. В продолжении беседы специалист отметил, что вся работа осуществляется в соответствии с законами и правовыми актами. Кроме того, каждый сотрудник обязан придерживаться должностного регламента. Документы, которые выдает данная организация, имеют юридическую силу, и без них невозможно провести ни одну важную сделку. Останавливаясь на теме значимости правовой силы сделок, Нурмагомед Магомедов отметил, что участились случаи фактов мошенничества в оформлении технического паспорта по причине того, что граждане обращаются в частные организации, которые, как оказывается, на деле не имеют даже разрешения на осуществление деятельности, и все оформляемые документы при проверке оказываются поддельными. Очень плотно начали заниматься отделками документов, так что у нас в Махачкале в управлении первые на это обратили внимание, но и у нас какой-то спад работы произошел, меньше клиентов начали поступать ни с того ни с сего. Начали проверять, обращаться, мы обратились в кадастровую палату республиканскую, потому что вся информация, которую мы изготавливаем, тех паспорта, все, она централизованно поступает в кадастровую палату республики Дагестан. Но при детальном рассмотрении, оказывается, туда очень часто поступают фальшивые документы. За последние несколько недель у нас уже на сегодняшний день 10 фактов подделки документации. У нас есть, и мы уже обратились в нужные службы, по ним уже работают, по этим материалам, и будут проводиться следственные мероприятия, и виновных в любом случае накажут. Согласно техническому паспорту, в данном документе отображаются все необходимые сведения. Именно они гарантируют, что та или иная сделка безопасна. Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам не обращаться за услугами оформления документов в сомнительные организации в целях безопасности средств, экономии собственного времени. При необходимости специалисты окажут консультативную помощь во всех интересующих вопросах, в том числе и в режиме онлайн. Бика Сулейманова, Самад Гакаев, информационная программа «Пульс». Субтитры создавал DimaTorzok